Если знаешь, что натворил в прошлой жизни, нужно ли это распутывать через психотерапию? Что делать с этой информацией? Поможет ли духовная практика человеку освободиться от этой кармы? Вы не распутайте эту карму. Она большего объема, чем вы думаете. Карма, скажем, вы помните, может быть, какие-то поступки в этой жизни, и то не все. В детстве можете не помнить, что там случилось, какие самскаровые получили впечатления. Психотерапевт или психолог тонкий там, или как они делают какие-то тренинги, они могут напомнить вам о вашем детстве, раскрыть какие-то тонкости. Ну а что касается прошлой жизни, сотни и сотни прошлой жизни, не думайте, что вся карма уже исчерпана. Не думайте, что вся карма прошлой жизни исчерпана, и вы только за эту жизнь отвечаете. Может быть, нам кому-то предопределено страдать сто жизней в плохом рождении. Знаете, еще такие вещи есть? Такие тоже есть судьбы. Кому-то за грехи предопределено сотню жизней прожить в плохих семьях вообще. Или в нецивилизованных каких-то общинах, в первобытных таких, знаете, он жизнь за жизнью рождается, пока не черпает такую большую-большую карму. Поэтому вряд ли это вы распутаете. То есть вряд ли это возможно. Вот перед вами глыба. Вот такого размера пятиэтажный дом, глыба из базальта. Это ваша карма. Так. И вы распутываете ее. У вас такой молоточек ювелирный есть, маленький тюк. Вы ее исследуете так вот. Ну и какое-то займет это время, скажите. Бесконечно практически. Но в Бхагавите Кришна что говорит? Если даже ты самый грешный из всех грешников, ты можешь освободиться, обретя трансцендентное знание. Его сравнивают либо с огнем, который сожрет любое количество дров, либо с большим кузнечным молотом относительно этой глыбы. Она разбивает ее сразу на куски. Большой кузнечный молот. Вот нужен какой-то другой способ. Что сделает вам психолог? Ну, большого эффекта не наблюдается. Не наблюдает. Посмотрите на фактор деградации. Никто не может восстановить. Ни психологи, ни религии сегодня, ни политики, ни учителя в школе, ни педагоги в институтах, ни ученые, ни технологи. Никто не может остановить деградацию человечества. О чем вы говорите? Давайте реально на вещи посмотрим. Нужно настоящее какое-то средство. Сильное средство нужно. Это сильное средство описано в ведах для кали-юги. Только воспевание имен Бога. Только воспевание имен Бога. Только. Трижды повторяется. Век кали. Калау насте ва насте. Век кали нет другого пути. Нет другого пути. Обратите на это внимание. Поэтому можно ходить к психологу. Какие-то вещи, я думаю, облегчение можно получить до какой-то степени. Не запрещено же это. Но повторяйте имена Бога. Не забывайте о главном.